получил замечательное письмо от человека который совершил предательство на пути естественно раскаялся рассказывает как это произошло это многим будет интересно потому что таких предателей вот невольно вроде как но ну знаете так не буду объяснять много как не бездельники они в рот что-то делает но мирская жизни потихоньку потихоньку в свою колею встраивает и вы забываете о самом главном письмо замечательное заносилища дечно благодарю вас за чудодействие на елей который вы так во время открыли мне он имеет в виду наставление серафима вырезкого теперь чуть подробнее прошло уже четыре года как я прохожу опыт духовного предательства никогда бы раньше не подумал что когда-то это случится но это произошло и я вступил на путь предательства совершенно этого не желая 10 лет назад человечество жило в ожидании конца света помните был такой бум что должно что-то прекратиться потому что этих самых не индейцев кончился кирпич или камень на котором они там отмечали даты да но не хватило тот бумаги не хватает них камней не хватил и считали что должен наступить конец свет 10 лет назад человечество жило в ожидании конца света и к тому времени моя карма придавила меня так что дышать было невозможно а смысл жизни был полностью утерян все переживали ожидая чего-то нехорошего я искренне хотел чтобы этот конец света наступил бы поскорее исчез боя без следа и памяти с этим прогнившим живым миром навсегда то есть духовно одаренный парень то в этом мире он не мог жить он видел его пагубность да но выхода не находил как стать не от мира всего тогда я получил тогда и получил я аванс от господа и сразу же бесповоротно встал на путь еще не зная об этом потом были поиски нужной информации господь свел меня с нужным человеком который подсказал мне направлении молитву сдачи на все воле божией важны были не слова сам процесс обращения искренность этого я хорошо внутренне прочувствовал всю суть и засыпала просыпался с этой молитвой этот же человек заочно познакомил меня с вами через три месяца моей работы был духовное рождение но то что это было но именно но я узнал намного позже когда после года прослушивание ваших семинаров познакомился с вами лично мем тогда сказал он не объяснил чего у него было я сказал ну ты вид был духовное рождение то есть он действительно пережил выход на первое место на первый план своей истинной сущности что такое пути что нужно делать на пути я понял уже после нескольких прослушных ваших семинаров а также понял то что мои поиски божественно больше не нужны и все что мне нужно есть у вас потом было три года каждодневной кропотливая работа на пути и это дало хорошие результаты ум замолчал эмоции ушли внутри пришла гармония и осознанность много было разных переживаний внутренних открытий но не буду про это рассказывать это долго тем более вы об этом знаете из моего предыдущего письма написано пять лет тому назад да он мне прислал письмо и много там интересного рассказал о себе необычного интересного но письмо длинная не знаю на каком и папе пути я тогда был могу сказать только что мне нечего был добавить к тому что у меня на тот момент было то есть вот тот самый признак все что я сейчас имею добавить к этому ничего на тот момент у него был хороший признак до что он удовлетворяется тем что имеет ну естественно если ты внутри имеешь все то все остальное но естественным образом прикладывается там добавлять уже нечего сколько надо тебе добавят если что-то мешает отнимать сами понимаете да ну ладно но все моя жизнь была одна сплошная турбулентность и дорога на пути не было исключением видимо мне не хватало замечательно он сказал слушайте внимательно видимо мне не хватало опыта предательства вообще топ над пройти не хватало опыта предательства господь погрузил меня в него с головой все началось с открытия собственного бизнеса душа моя подсказывала что это может мне повредить но это мне говорила что в случае чего этот бизнес можно оставить и всего делов то но чет мешает оставил только начать оказалось намного легче чем закончить дело в том что я все свои дела большие и малые всегда делаю по максимуму и отдаю себя всего развивая свой бизнес я постепенно отдавал все больше времени ему для внутреннего наблюдателя во мне все выглядело совсем безобидно не было никаких целей зависимость не было желания заработать много денег стать успешным и тому подобно просто открыл бизнес и начинам заниматься ну не для души на для жизни для семьи так работа ради самого процесса работы да просто так работа ради самого процесса работ на моем очень тонко увлек меня этим процессом целью стал сам бизнес он заработал на всю катушку я засыпался просыпался я засыпала просыпался бывалые ночью смысле чтобы еще улучшить усовершенствовать добавить расширить это было уже клиника конечно же работе на пути не было и речи то есть удовлетворился духовным рождением но самоудовлетворение а потом падение это вообще нормальное явление в общем нормальная нормальное время то что его вас покоя не оставит не оставит даже после каких-то внутренних кардинальных перемен то есть обязательно вот этот опыт отката и предательство вот как он будет над пройти каждый должен его пройти и хоть я и ходил на ваш семинар и слушал ваши записи но очень быстро моё сознание возвращалась к новому возвеличенном умом богу моей работе то есть работа стала богом потихонечку для кого-то болезней здоровье богом становится ну сами понимаете да что-то у вас не так со здоровья то здоровье бог ты сразу вы как-то вот начинаете потихоньку потихоньку следует совету мама отходить от главного ум при этом шел на всякие хитрости как только я хотел все бросить он говорил мне бросит ты всегда успеешь заработаю хотя все на пенсию ведь стаж у тебя недостаточно еще годик потом и бросить можно но где годик там и 3 к тому времени я осознал что развивая и улучшая что-либо свое например здоровье да у нас здоровье говорит тоже бизнес или личную жизнь мы развиваем и усиливаем ток собственного поскольку свое может быть только у эго но был уже поздно работа полностью вытеснила бога и не оставил для него место я это видел но не в силах был этот тогда остановить когда все налажено до мелочи бизнес процветает дает стабильности хороший заработок бросить да и хорош стабильность и хороший заработок тем более если в а и бросить бизнес тем более с него вложено стук туда довольно трудно что закономерно при всей успешности моего бизнеса удобно интересные прибыльной работе я стал глубоко несчастным и обездоленным человеком новый бог не давал мне и жалкой доли от той радости жизни что было прожица с моменту обретение моего первого аванса от господа движение по пути можно сравнить с подъемом подъемом из глубокого врага внизу смрад мрак страх и неизвестность вставь на путь начинаешь подъем и чем выше забираешь тем светлее становится ты дальше видишь и слышишь воздух становится чище дышать все легче когда же ты падаешь что все происходит с точностью да наоборот так было и у меня все это я видел понимал но ничего не мог поделать несколько раз я просил бога помочь мне справиться с этим и вот этой осенью господь уложил меня на несколько дней в постель я и до этого пытался начать все сначала останавливать ум быть в деятельности но этого было недостаточно нужно было вытеснить работу бизнес из моего сознания вытеснить слова мы поняли не бросить а вытеснить из моего сознания поскольку она выбрасывала внимание вовне я искренне обращался богу в себе у меня давно уже да я искренне обращать а до искренне обращаться богу в себе у меня давно уже не получалось и тут хвала всевышнему на семинаре в новосибирске вы сан василищ открываете рецепт бальзама от серафима вырицкого теперь я как мантру каждый день произношу эти слова и происходит какое-то замыкание в сердце тело наполняется радостными вибрациями теплом только появляются только появляются какие негативные помыслы или возникают неприятные ситуации в сердце у меня тут же от меня это было и действительно эти слова и осознание этого творят чудеса на больное место будто прикладывает чудодейственный елей как каплю господа на больное место приставучие хуйные помыслы и мутанной мысли выбрасывающие меня вовне в миг улетучивается чудеса да и только и ведь давно осознал и знал что все от него от господа так либо его лишь благо но пристегнуть это к сердцу чтобы не забывать не получалось какая-то магия слов от меня это был обратила мое сознание внутрь и все изменилось для меня эти слова стали чудодейственной мантрой заставляющий возвращаться моему сознанию внутрь что и было мне так необходимо для возврата в прежнее состояние благости теперь я засыпаю просыпаюсь с мыслями и благодарностью богу вернулась нот не улыбкой радость жизни работа осталось но она не оказывает на меня прежнего пагубного влияния хотя иногда мысли они пытаются завладеть моим сознанием интересное наблюдение когда внимание направлено внутрь нет напряжения беспокойство только покоя благодать и как только мысль какая-то мысль увлекает тебя вовне тут же появляется беспокойство будто тебя как младенца оторвали от мамкиной груди с благодарностью дмитрий намечательное письмо так что нет никакой безнадёги если вы куда-то вот отошли с пути вроде как предали ушли с генеральной линии ну вот такое письмо ну а теперь к тюдам бывают моменты те что шнеуробинда назвал часом бога моменты когда возможно настоящее чудо если упускается такой момент то мир идет со своей черепашьей скоростью нас сказать что в жизни нашей родины в жизни россии как раз настал такой момент когда промедление действительно смерть подобная момент духовной истины ведь наша страна пережившая и переживающие до сих пор катастрофической духовных кризис но обладающие при этом огромным духовным потенциалом должна наконец все-таки возродиться шанс такой дается глубочайший духовный кризис вы понимаете сейчас просто яма помойка и только поэтому все эпидемии и вот эти всякие спецоперации и прочее и прочее прочее мы поняли да что просто так ничего не бывает на пустом месте ничего не образуется для этого сегодня есть все возможности мы имеем вы имеете наверно правильное духовное просвещение построенное на подлинно научной основе и путь сознательной духовной революции совершенный практический инструмент для реализации духовного таланта всеми кто стремится обрести божественную истину если мы сегодня упустим этот момент то нас ждет неминуемая погибель погибли в смысле атрофии души со всеми вытекающими отсюда последствия к этому сейчас все идет шло так что возможно реанимация души или души людей которые готовы к этому болезненные уроки нашей трагической истории блестяще преподанные господа нашего многострадальному народу надо знать и хорошо помнить сад прям а современной молодежи это 70 какой-то год семьдесят третий или 72 там тоже была современная молодежь ну западная молодежь она опережала нашу молодежь советскую молодежь того время понятно да так вот сад прямая об этой молодежи вся молодежь те кому сейчас 16 17 20 лет которые внешне кажется становится совершенно сумасшедший от не внешне это вообще становится сумасшедшим правильно заметим совершенно сумасшедшим тоже на самом деле вся эта молодежь больше не хочет существующей машинерии они больше не хотят ее поэтому они делают глупости машинере не хотят но в нее валипали все машинере в виртуальные миры в компьютеры понимаете хотят них и хотят оказывается да еще как хотят тут сейчас прям заблуждается наивный человек на тот момент был но на западе говорит понятно так вот современная молодежь кажется сумасшедший по многим причинам но главное из них все-таки является отсутствие правильного духовного просвещения всяком случае это об этом надо говорить правильного духовного просвещения помогающего раскрыть подлинный смысл земного существования человека такого просвещения готова позволила бы духовно одаренным индивидам начать сознательную творческую работу по реализации своего духовного таланта а вездесущая компьютерная машинерия по сути компьютерная наркомания и прочие демонические соблазны присущие современной бесовской жизни довершают духовное растление молодых людей демонизирует сознание ну то ли еще будет да это понятно все впереди но наша задача несмотря ни на что следовать выбранному пути демонстрируя духовно дезориентированной молодежи живые примеры живые примеры сознательной духовной реализации в меру в рамках социальной жизни то есть быть примерами не просто наставлять болтать говорить чтобы были живые примеры вот это главное наша задача то что мы можем сделать стать этими примерами сат прям замечательно сказал ведь всем этим людям никогда не говорили истины и по моему вся эта так называемая потерянная молодежь вовсе не является таковой им просто не хватает истинного слова и молодым людям действительно никогда не говорили истины по причине отсутствия интегрального духовного просвещения преподанного на основе современных научных знаний о человеке и человечестве об эволюционном процессе а его движущих силах о механизме этапов эволюционной трансформации человека и о многом другом способном прояснить болезненные крайне важные вопросы ранее казавшиеся запутанными вовсе неразрешимыми сегодня иметь все необходимое чтобы восполнить этот зияющий пробел в духовном просвещении нашей молодежи в духовном воспитании и в русле правильного понимания духовной эволюции вообще смысла человеческого существования в целом просто об этом надо говорить об этом надо писать другого варианта нет пессимизм это инструмент дьявола это всегда дьявол говорит мать как только ты видишь хотя бы след пессимизм это дьявол это его важнейший инструмент пессимизм и уныние это инструменты действительно бесовских сил и есть человек ведущий по его мнению есть человек ведущий по его мнению духовную жизнь одержим этими болезненными недугами то он ведет бесовскую духовную жизнь и никто кроме него самого не сможет ему помочь ибо это верный признак нерадения человека господу его неискренность в исполнении своего главного долга перед ним но пессимистами как правило рождается реже становятся но так же как оптимистами то есть и категория людей оптимисты несмотря ни на что и пессимисты от рождения так вот пессимисты лкапы рождается реже становится и обнаружив в себе подобное зло коль вы стали на путь не отчаиваетесь и начните все связано то есть последовательно развенчиваете в себе все проявления пессимизма ведь болезнь она уходит не сразу но выздоровление непременно состоится не торопить события бы пессимизм выдавливается из вашего темного эгоистического подсознания не быстро а буквально по капле вот в этом надо ну знать и помнить ложь стала острой и ужасной ложь должна выйти так что она цепляется со вчерашнего дня она сделалась настолько ужасность что стал невозможно доверять кому бы то ни было говорит мать вот любое соприкосновение с окружающим миром любое подчеркиваю любое соприкосновение с людьми даже казалось бы самыми близкими нам по духу это практически всегда встреча с ложью и лицемерия в той или иной степени да вот нет тепла души нет ощущения вот правда или искренности человек всегда исполняет какую-то роль но если говорить и да так это может появляться вот лицемерие или ложь в поведении в словах в умолчании то есть разные варианты проявления неискренности мир погряз во лжи и погряз настолько что ложь стала привычной незаметной словом сделалась своеобразной нормой жизни везде во всех направлениях по всем каналам во всех средствах массовой информации вы видите это да то есть понимаете что там лжи хватает уж не кто тебе правду никогда не скажет афишской нести не ждите и она стала это самая ложь своеобразной нормой жизни потому задача каждого искреннего подчеркну искателя истины ставшего на путь сознательной духовной революции беспощадно развенчивать себе все проявления лжи лицемерия дабы не сделаться подобным миру которому надлежит исчезнуть конечном счете мил же он не может до бесконечности существовать понятно когда-то наступки и мой конец то есть сама ложь приведет к краху этого мира по поводу нелицеприятной многоликости человека своеобразно высказывался георгий гуджиев цитирую гуджиева величайшая ошибка думать что человек всегда один и тот же человек никогда не бывает долго одним и тем же он постоянно изменяется он редко остается неизменным даже в течение получаса мы думаем что если человека зовут иваном он всегда будет иваном ничего подобного сейчас это иван через минуту петр а еще через минуту николай сергей матвей семён а вы все еще думаете что это его вы знаете что иван не может делать некоторых вещей например он не в состоянии солгать затем вы обнаруживаете что он солгал и удивляетесь как он мог это сделать однако иван и впрямь не может лгать солгал николай и когда проявляется возможность николай не в состоянии не лгать вы удивляетесь обнаружив какая толпа таких иванов николаев и других лиц живет в одном человеке если вы научитесь наблюдать за ними вам не нужно будет ходить в кинематограф блестяще сказал гуджиев то есть вы невольно варете ментального человека допустим а с совестью но условно зовут иван витального эмоционального николай который может совладь какой глупость сделать то есть в зависимости от спектра проявления эмоциональных качеств ментальных понимаете да нормально там столько всяких ролей вы играете столько всяких персонажей персонажи но на и по себе знаете я по себе знаю вы тоже надо по себе знаете помню как это было вот сейчас сложно оказаться вот в такой прежней роли но воспоминания остались так что кинематограф этот самое коль вы стали на путь до встательной духовной революции наблюдайте в себе кинематограф исчезает только с появлением хозяина в нашем интегральном существе то есть с рождением вашей истинной сущности постановкой на место эго вот тогда более-менее вы можете стать приличным человеком нормальным приличным человек а так неприличный человек конституция которая образует форму который удерживает все вместе а тем самым создает форму форму которым зам человеческого и она словно должна усвоить что тело может продолжать существовать без ощущения отдельной индивидуальности без ощущения эго а за тысячелетие у тела выработалась привычка существовать и отдельно только благодаря эго так вот надо сказать вот хочу я пояснить что же здесь хотела сказать мать надо сказать что новая тонкая вибрационная структура носитель жизни вечной которая проявляется в нашем физическом теле на волновом уровне несет себе индивидуальность индивидуальность высшего порядка божественная дивальность который полностью лишена эгоистичности не требует для свое существование плотно материального носителя то без физического тела то есть физическое тело не требуется для ощущения этой новой вибрационной структуры сэрс эго физической не нужно для нового сознания это думаем что вот тело и сознание человека это одно и то же до центральной нервной системы все то что то искать в нашем животном теле определяет нашу личность с некоторых пор в результате вашей работы на пути сознательной духовной революции по мере исчезновения г переходит на уровень вибрационной где не требуется ни не никакого материального плотного носителя сознания и становится абсолютно свободным от телесной эгоистичности ты понижской телесная эгоистичность это зависимость от головного мозга зависимость от ментальных эмоциональных структур вот то с чем мы должны в конечном счете в результате работы на пути расстаться рассчитаться и перестать этим быть также существование нового сознания качество нового сознания то бишь да не требуется инструмент на физическом плане бытия животный инструмент который поддерживается физико-витальной силой вот он просто этот инструмент существует как некий исполнительный инструмент нового сознания на этом плане на котором мы пока присутствует за которым надо просто ухаживать сообразно с его физиологическими запросами кормить поить купать выгуливать там поддерживать физическую форму вот и все но от него вы независимы это инструмент нового сознания а то что вы теперь называете собой вот в новом качестве сознание не есть нечто отдельное всеобщего божественного это предельно отчетливо ощущается вами а потому исчезает и чувство обособленности или эгоистичность существования как это было в поле ментальной жизни которая неразрывно связана с вашим физическим эго тело станет тем чем должно быть только в тот день когда полностью ощутит что нет разницы между ним и божественным но ощутить себя полностью отождествившимся с божественным или совсем сущим можно только при условии вашего окончательного переселения в тонкое вибрационное тело пребывающие в состоянии абсолютной пористости или энергетической прозрачности и знаковые психофизические ощущения характерные для нового состояния это неизменное чувство благодати или ощущение вибрационной благодати радости просто жизни ощущение растекания тела и сознания куда-то в беспредельность во всех направлениях ну еще это звенящая фоновая тишина в уме отсутствие позывов совершить что-то по своей воле то есть участием ума много признаков интересных мы их приводим нашей беседе главное самого главного да там диагностические признаки от нового состояния приводится и один из важных признаков из важных признаков тому что вы имеете в жизни больше нечего добавить по причине отсутствия вы не можете дать объективную оценку себе в своем новом статусе и своим духовным достижением вы тоже не понимаете кто вы теперь кем вы стали но прекрасно понимаете что ваше сознание совершенно совершенно отлично от того что было в начале вашей работа на пути по мере продвижения по пути по правде говоря я всегда была больше занята тем чтобы быть скорее совершенным прозрачным передатчиком чем знать меня не заботит знания только быть настолько прозрачным насколько возможно чтобы божественным могло хотя бы в одном месте проявиться без больших препятствий надо сказать что стремление стать совершенным проводником божественной силы или объединиться с божественным не задаваясь лишними вопросами по части получения знаний каких-то объяснений происходящего с вами это знак действительно наивысшего качества вашей духовной работы и при достижении абсолютно энергетической прозрачности когда новая вибрационная структура начинает растекаться во всех направлениях беспредельность но ваша работа вот качество вашей работы непременно материализуется ваших ощущениях вы вы только по сути становитесь незримом проводником силы какой-то силы которые восходят потом неким образом трансформируется в вас и уже в ином качестве куда-то растекается в беспредельность то есть вот та энергия которой мы открываемся супер ментальная сила она как бы формирует и воспламеняет новое вибрационное тело которое качественными вибрациями иными вибрациями не сама эта сила вот сила это преобразуется в вашем теле на уровне вибрации она куда-то растекается вот эта сила то есть вы некий ретранслятор энергия которая способна способна здесь на плотном материальном плане сознания быть воспринято уже трансформированы просто напрямую энергии давит на всех вы знаете да с огромная сила она может вас разрушить но нужны все-таки ретранслятор этой энергии духовная исполина и светильники дух который способна как-то адаптировать эту энергию но к человечеству по горизонтали вот наверное это и было такой одной из задумок господа чтобы появление не таких именно людей катализировала катализировала процесс духовной инвалиды революции то есть это люди становятся катализаторами эволюционного процесса но святые светильники дух это катализатор своеобразно это и будет вашей непрестанной работой по спасению человечества не болтовнёй на тему спасения человечества а вы в новом статусе как спаситель человечества совершенно не подозревая об этом вот и все не спешите знать говорит мать надо больше заботиться о том чтобы быть беспрепятственным передатчиком нежели знать поддерживать атмосферу как можно более чистой как можно более прозрачной важнее чем знать заранее что произойдет вот такова моя позиция молчание ума и абсолютная энергетическая прозрачность тела полностью определяет ваше новое состояние не вызывающие никаких вопросов потому что ответом на все вопросы которые могли в возник являетесь вы своем новом статусе вопросов никаких нет ни на какую тему вот потому что ибо само это состояние ваше новое состояние есть ответ на все вопросы вы стали наконец результатом божественной игры найди себя сама вся работа на пути сознательной духовной революции работа по обретению новой супер ментальной жизни вовсе не требует знаний модели и объяснение того что с вами происходит знания не нужны модельные представления не нужны ничего не нужно открывшись силе не мешайте и работ чем меньше ваш знаний и модельных представлений о том что должно быть это что с вами происходит до без всяких объяснений чем их меньше идеально их отсутствие тем прочнее и скорее будут те результаты которые бы которым надлежит быть вот и все вообще без знаний все замечательно как только вы включаете ум уважняют вопрос а что это значит а почему это происходит вот сразу наступает большая беда процесс останавливается понятно вы просто блокируете работы супер ментальная сила и все представления личной воля позиции которые надо занять ночью днем без перерыва какая бы ни возникла трудность мое сознание говорит просто бог мой пусть исполнится твоя воля вот то что она описывает здесь есть подлинно молитвенно или медитативное состояние которое не требует никакой дополнительной стимуляции она просто есть она никуда не исчезает и при этом у вас нет ни малейшего помысл совершить что-то по своей воле вы всегда и во всем теперь только поступаете согласно его воли одной единственной волей было невероятно интенсивное стремление к трансформации все казалось таким ужасным потому что должна произойти трансформация невозможно то что можно было что можно быть удовлетворенным таким миром это невозможно невозможно для физического сознания сознающего божественно это невозможно совершенно необходимо чтобы она или это изменилось но здесь по сути она говорит об абсолютном прозрении относительно крайней убогости сегодняшнего мира окружающего мира и необходимости в конечном счете его взрывной трансформации в сочетании с ощущением возможности в любой момент бессознательно как бы спровоцировать этот огненный катаклизм вот я неоднократно испытывал это состояние вот такое было ощущение что еще чуть-чуть еще чуть-чуть вот сила добавит свою напряженность и ты как бы станешь но не знаю запалом каким-то который может изменить взрывным каким катаклизмом весь мир что вроде как вот в тебе сосредоточено то самое место ну как найти взрыватель что ли какой-то вот еще чуть-чуть силу добавит вот капельку то ощущаешь себе и ты растворишься все остальное может измениться на странное ощущение она бывала как-то раньше но сейчас все реже и реже наверно это был такой момент момент истина когда ты понимаешь что вся твоя работа именно направлена на духовной эволюции на изменение этого мира но сейчас рановато вот такое ощущение что торопиться не надо добавить ты сам к этому ничего не можешь ты не в силах это добавить ты не в силах это как-то усилить или сознательно использовать но что ты как некий проводник этой силой что она может может усилить свое действие свое влияние через тебя или через посредство твоего нового сознания это ощущение есть было во всяком случае может быть это и есть примерка а господа который примеряет вас к состоянию готовности выступить в роли катализатора в роли катализатора грядущей цепной реакции направленной на кардинальное изменение этого мира на примерка какая-то это ощущаешь но те не дает возможность прочувствовать как бы то что финальным бывает ну вот какой-то переходный процесс я бы сказал что и пока только некая модельная психофизическая примерка но при этом ты всем своим существом ощущаю всю грандиозность возможных последствий что может произойти нечто грандиозное страха нет есть только чувство но неотвратимости грядущие огненные перемены не сейчас но когда-то когда-то она все-таки должна состояться и вот это ощущение отвратимости этой перемены какое-то время она имеет место быть вот даже каком-то остром варианте потом это отступает видимо с ростом напряженности пространственной энергетики вот какая-то ступенчатость идет этих процессов потому что чем больше напряженность она уже не может быть меньше вот как ступенчато она возрастает в этом есть ощущение вот на уровне на твоем на телесном в новом сознании что это происходит это физическое страдание рак все такое это такое конкретно это должно измениться это должно измениться от не может рассматриваться как что-то на что надо взглянуть по-другому действительно необходимо чтобы все это изменилось вот она по поводу рак барак ты это вообще не болезнь это способ самоуничтожения физического тела он заложен эволюции это не болезнь просто сам уничтожает тело физическое по порядку каких-то причин вы поняли да то чтобы говорить о болезни потому что рак так называемый рак выйти она на первое место есть сердечно-сосудистые будут там как-то вот уменьшаться проценты доля всех этих остальных заболеваний ну с ростом и совершенствует медицины то на первое место она в опухоли в этот понятно наверно с тем нужно от как-то расставаться над мое мнение это не болезнь ученый а так смотр болезни ли не какая разница чем у море хоть и хочу тело вашими вот как-то люди вот за 2 чего по мне умереть и когда ночью там где-то вот проснуться и забыться так вот как-то рама кришна правильно подметил сама жизнь это рак вообще-то сама жизнь он жизнь назвал раком то есть вот то есть злокачественной опухоли вот та жизнь ментальная человеческая жизнь он назвал это раком и действительно вся человеческая жизнь это неотвратимый деструктивный процесс неизбежно заканчивающий смертью от хронической эволюционной недостаточности все и какие быть титанические усилия не прилагала современные ученые медицины победить болезни старение смерть состоянии тока божественная сила способной кардинально изменить саму форму нынешней плачевной жизни транспортировав ее в подлинно живой жизни подвластную смерти жизнь вечную в которую нам возвестил своих откровениях спаситель чтобы вот этот рок злой рак и вот то что сопутствует земной жизни болезни старение смерть как таковая чтобы это не висела у вас неким тяжким грузом психологически если это у вас висит этим тяжким гружим то все вы никогда не выкарабкает из этого состояния победа над смертью от момент духовного рождения психологическая победа над смертью когда вы понимаете когда вам становится до поданы ясно что вы всегда были есть и будете то есть вот та вечная сущность нетленная сущность выходит на первый план все важно психологически смерть победить для начала других областях это зависит от позиции здесь же это не зависит от позиции можно страдать больше или меньше но сам факт должен измениться ведь мир материальный мир видимый таким каким он является это в общем-то ужасная вещь и действительно в ментальной или витальной области в сфере мыслей и чувств можно попытаться посредством косметической психотерапии изменить позицию сознания и в результат человек может страдать больше или меньше но в деструктивном материальном мире неотъемлемой части которой является наш физическое тело изменения должны быть только радикальными просто смена позиции ни к чему не приводит итог проявление новой жизни супра ментальной жизни на земле способна кардинально эту проблему разрешить то есть психотерапии в эмоциональной ментальной сфере можно проводить но физическое тело она вот остается один на один с деструктивными факторами внешние среды с той силой которая обязана вас трансформировать но она вас разрушает даже здесь такой мирное согласие или косметический ремонт он в конечном счете ни к чему не приводит скажем совсем по простому говорит мать например супер ментальное существо обладающие супра ментализированным сознанием если у его тела рак то он и останется раком существо может не почувствовать его но только если отделит себя от тела так что для настоящей трансформации трансформации требуется чтобы тело тоже достигла гармонии над всеми болезнями и всеми обстоятельствами ну попробую пояснить что она здесь хотела сказать она вновь пытается смоделировать новую супра ментальная жизнь на земле в старом физическом теле и кажется что само тело должно достигнуть физическое тело достигнуть той степени супер ментализации или супер ментальной гармонии когда власть болезни и прочих негативных обстоятельств над ним сведется к минимуму однако по-видимому сценарий будет несколько иным будет несколько иным в процессе супра ментальной трансформации физическое тело проявившие в себе носитель жизни вечной получает максимум возможного оздоровления становится совершенным исполнительным инструментом нового супра ментального сознания но при этом она фактически полностью размежевывается с ним с новым сознанием и по сути начинает автономное существование в витало физическом мире это означает что то новое сознательная структура которую вы теперь отождествляете с собой то есть носитель жизни вечной фактически не связано с физическим телом и не зависит от его состояния в смысле здоровья то есть ваше новое сознание ваш новый статус не зависит от состояния здоровья тела абсолютно рак у него не рак это полная чушь для нового сознания абсолютно все равно может для родственников там или для врачей это одно но для вас абсолютно все равно с ним все нужно расставаться надо вот что с ним есть вас это не волнует абсолютно но у сознанию к этому никакого отношения не имеет потому что вы не тело но понять это невозможно вы сейчас будете умом прикид как это так но вы же из тела будете умом то прикидывать с ним отождествившись новом сознании от совершенно иной вариант иной вариант восприятия физического тела ну с недугами то есть не пытайтесь даже на эту тему думать или что-то представлять все просто должно все коренно мог коренным образом она действительно коренной баба заменяется отношение к телу и к его болезням так называемым и к его оставлению в конечном счете то все меняется а потому когда настанет пора расставание с физическим телом она непременно расстанет да сам господь бог позаботиться о том чтобы ваше расставание с ним произошло неважно по какой какой будет непосредственной причин абсолютно безболезненном и в психологическом и физическом плане все и больше ничего обязательно найдет способ безболезненно с ним расстаться вы же безболезненно расстается с физическим телом перед сном да ну когда в сон погружать безболезненно абсолютно да ну вот такой маленький модельный эксперимент вы все думаете все будет что-то ужасная огонь во слово огонь от замечательная вещь огонь и это постепенное отделение тела от физического тела с образованием сердца большого-большого тромба который постепенно сводит на нет сердечную деятельность я просто хорошо изучал процесс умирания у меня диссертация на эту тему поэтому будут вопросы насчет помирать приходите я все объясню элементарно то есть не случайно и он меня жизнь все-таки погрузила не физику высоких энергий не в астрофизику а все-таки в судебную медицину и в эту область печальная я все хотел от человека убежать а меня все к человеку к человеку ладно обычные люди таковы это божественное неправильно с нами обращается это божественный чинит нам препятствие это божественный плохо организует обстоятельства говоришь одно они добавляет или убирает слова и все искажается даже то что написано не читают каждый на свой лад потрясающе говорит мать ну обычно весьма недалекие в дух люди в духовном плане недалекие все время сетуют на несправедливость господа по отношению к их эгоистичной персоне совершенно не подозревая что господь тем самым стремится пробудить их спящие души к духовным поискам не давая им покоя да так страшно желаемого помимо этого многое из услышанного и прочитанного на эту тему и на духовной теме переначивается ими на свой лад и буквально с пеной у рта они отстаивают свою позицию ну так одна женщина это прав был давно долго уверяла меня в том что в какой-то из наших книг я сказал тот этот и она взяла это на вооружение я ее долго уверял что ни в одной из своих них я не мог сказать такую глупость ну не мог но она подна настаивала на своем женщина что тут поделаешь коль она решила мне доказать свою правоту она это делала ну ладно наконец я не поленился книга оказалась под рукой я нашел то место в книге которые она якобы дословно мне процитировала и в результате это оказалось фраза вырванная женщина из контекста так ей по-видимому было удобно оправдать свое нежелание следует следовать данным но и жестким рекомендациям она взяла предаточное предложение основное выкинула ну слова вот которые понравились из длинного предложения ну так бывает бывает так мы находимся в один из часов бога когда расшата на основы и наступает большая путаница над чудесная возможность для тех кто хочет сделать рывок вперед возможность развития исключительная не будете ли вы теми кто воспользуется этим удобным случаем мы действительно пожалуй находимся сейчас на пике эволюционного кризиса в земном человечестве но именно в обстановке этой казалось бы всеобщей путаницы у духовно одаренных людей появляется прекрасная возможность для реализации своего духовного таланта и с неуклонным ростом давления божественной силы на нашу планету растет и продуктивная эволюционная напряженность человечестве поле который создает все необходимые условия для огранки дождь людей которые готовы к супра ментальной трансформации так что не упустите свой шанс ибо действительно час бога уже настал другой такой возможности в дальнейшем уже может и не быть у меня было видение всего мира всей земли всего человеческого усилия всех людей всего мы живем в обмане это ужасно и более того мы обманываем себя больше чем хотим обмануть других иными словами мы не видим ничего как она есть на самом деле действительно мир людей окончательно погрязший в обмане и самообмане в мало и большой лжи который кругом кругом в крови и в страхе в агрессии мир окончательно изгнавший господа из себя он не может сколь угодно долго существовать таком ужасном виде его неминуемо ждет очистительный огненный катаклизм квантовый скачок эволюции с рождением новой земли новых небес и нового человека и сегодня его судьба грядущая судьба во многом зависит от нас с вами до от тех кто выбрал для себя путь сознательной духовной революции а те кто выбрал для себя единственную верную дорогу в будущее сейчас новое сознание знает заранее что произойдет материально она знает заранее что люди собираются ему сказать и действительно новое супер ментальное сознание взаимодействует с людьми с окружающим миром не на уровне органов чувств физиологических органов чувства исключительно на вибрационном уровне на волновом уровне для него теперь многое вовсе не является тайной им отчетливо видится например некоторые грядущие события ибо формируются они прежде чем проявиться в материальном мире на тонком плане бытия и способность считаться или считываться новым сознанием именно оттуда и когда люди делают что то не так не так как подобает а это бывает очень очень часто то вы сразу видите к чему это приведет то есть вы видите конечные результаты в глупости конечный результат того что они делают вот и но говорить говорить им об этом совершенно бесполезно совершенно бесполезно ибо не все равно поступит по своему поступь на результат ты уже видишь а что касается мысли людей намеревающихся вам что-то сказать то они действительно распознаются вами мгновенно до их озвучивание поначалу кажется очень странным но к этому скоро привыкаешь и некоторые неудобства доставляет выслушивание что ли людей тщательно готовившихся к беседе с вами а вам еще до начала беседа практически известно что окажется в сухом остатке поэтому вы можете их перебить искать но вот эту и тадань да вот это прелюдия она не нужна бывает большая и длинная потому что вот сухой остаток это что нужно но вот прям фонит может остальной мусор без деталей вот это и ты говоришь ну вот это чего вы хотите спросить они тогда сразу главное выдает потому что все что до этого но не имеет никакого значения просто время зря теряется я начинаю знать заранее что произойдет что скажут мне люди все такое как объяснить будто я стал обстоятельствами людьми словами и так далее так вот предвидение событий происходит в результате вашего вибрационного отождествления со всем сущим вы становитесь явлением событием предметом человеком чем угодно тем вы становитесь тем что видите тем что намереваетесь познать или не тем что должно произойти то есть наблюдающий действительно становится наблюдаемым и происходит это абсолютно спонтанно без вашего прямого участия для желания что-то там узнать это одно из удивительных свойств нового сознания супра ментального сознания полностью лишенного эгоистичности ибо на шага и только она воздвигает очень мощные разделительные барьеры между людьми между обстоятельствами событиями и прочими вещами вы всегда ну то что видите то что воспринимаете пропускайте через призму своего эго когда нет препятствий то все видеть в истинном свете вот и все очень просто получается это не вмешивается поэтому оценка и видение стопроцентным абсолютно правильно и иными словами субъективная качественная оценка во времени происходящее заменяется прямым спонтанным время вневременным знанием через отождествление это очень помогает в работе в профессиональной деятельности очень помогает ведь у меня есть множество обстоятельств усложнений людей все все так запутано но позади есть не просто сила это сознание силы как улыбка улыбка который знает все это так так что когда я спокойно то словно нет больше ничего и все чудесно затем как только люди начинают со мной говорить или я вижу кого-то приходится осложнение они создают путаницу людей из всего здесь ведь вообще из всего путаниц создает вы не замечали вот не создаете да просто замечали что другие и создает так вот новая субъекта про ментальное сознание и нисколько не захватывается всей той путаницы которая свойственна окружающему миру миру невежественных людей она всегда пребывает нерушимом покое и действует это сознание новое состояние покоя это становится для вас непреложным фактом а за всем этим действительно мать здесь абсолютно права стоит теплая добрая улыбка улыбка прямого видения всего и вся это вас радует человек всецело пребывающий в истине или в новом сознании не может более существовать без этой тихой внутренней улыбки которые дарованы ему господом а специальная улыбка ну который учит улыбаться людей определенных профессий или специальная улыбка американцев это знак абсолютной духовной ущербности если бы мы умели быть просто быть быть но для нас я заметил это если мы не говорим не думаем не решаем чего-то нам кажется что мы вне жизни молчание невыраженных слов это не то молчание действующего созерцания действительно созерцания очевидно готовится новый способ жизни на земле ну действовать из совершенного безмолвия без вмешательства ума суд действует совершенно спонтанно и при этом действовать правильно и безошибочно это то что совсем непонятно людям совсем непонятно людям целиком пребывающим в поле ума поле обычного ментального сознания людям привыкшим ассоциировать свою деятельность с определенными мыслями с определенными желаниями и намерениями однако для нового сознания супра ментального сознания действий внутреннего безмолвия настолько привычно и комфортно что никаких вопросов не вызывает если люди с ментальным сознанием не могут себе представить как можно жить и действовать без активной работы ума то обладателям супра ментального сознания которым хорошо знакомы их прошлая жизнь ментальная есть что сказать и показать своим ментальным оппонентном и бы все только сравнение можно познать то есть тот кто имеет опыт пребывания в ментальном сознании опыт взаимодействия мира с миром ментальном сознании и тот кто имеет опыт одновременные взаимодействия с супра ментальным сознанием тот тот может только доподлинно утверждать что есть совершенно другая жизнь совершенно другое сознание качественно другое сознание которое не то что разительно кардинально отличается от прошлого сознания в котором они пребывали можно сказать никто не знает никто и нигде но есть те которые стремятся которые имеют волю тенденцию и стремление потребность знать знать и быть а затем есть все те кому наплевать которые живут своей маленькой или большой жизнью будь то глава государства или уборщица нет никакой разницы это одно и то же вибрации все те же здесь речь идет о том что духовно одаренные люди коих совсем немного относительно общей численности насильника в земле стремятся во чтобы не стала реализовать свой духовный талант внутренняя потребность знать и быть тем ко мне не должны стать преобладает у них над всеми приходящими ценностями окружающего материального мира и в этих немногих искателях смысла собственного существования хорошо ощутимы вибрации вибрации сердечного стремления к духовной реализации а все остальные все остальные живущие удушливая эгоистической жизнью независимо от ее масштаба будь то банкир будь то премьер-министр ученый там маститый писатель актер инженер или просто туалетный работник это сплошь пронизанное деструктивными вибрациями дурных воль более разложение воль смерти то есть либо ты имеешь сердечное стремление и стремишься продвигаешься в направлении в обретении духовного нового супра ментального сознания либо кем бы ты ни был вот по-человечески вот это лестнице по иерархии от туалетный работник или премьер-министр ты находишься в поле деструктивных вибрации вибрации разложения и уже неважно поэтому когда вам демонстрируй каких-то актеров которые нам очень нас учат жить на всякие разные люди философы но так смешно знаете вот смотришь глупенький но один вопрос да я все два вопроса договорю за задам два вопроса первый вопрос я задам они как-то могут на него ответить худо-бедно второй вопрос они никогда не ответь тут у меня всего есть два вопроса меня все время интересуется говорит а какой ваш второй вопрос в зависимости от ответа на 1 у меня второй вопрос а какой 1 1 смысле собственного существования вот как он ответит мне на этот вопрос второй вопрос его просто убьет понятно так что этим умным людям но максимум может задать два вопроса все так что жить не понимает для чего ты живешь почему ты живешь вот как-то не знаю скучно да тело чувствовать что она уже не здесь здешние не имеет для него никакой реальности но тело еще и не там такое вот положение тело стремится научиться призывать божественные все время все время чтобы она не делала присутствует и люди говорит ли тело или нет чтобы тело не делала это настоящий призыв но здесь она пытается показать имея отчетливое ощущение того что она или тело вернее она ее новое сознание не от мира сего то есть ощущение что ты не от мира сего и что все тленные ценности земные больше не имеют для вас никакого значения это действительно свидетельство того что вы окончательно переселились в новое тонкое вибрационное тело в состоянии полной энергетической прозрачности действительно ощущение качестве нового сознания и качество нового способа взаимодействия с этим миром однако до тех пор пока не физическое тело как рабочий инструмент нового супра ментального сознания на плотном материальном плане бытия так или иначе будет четки связано связано с вашим новым существовать ну как исполнительный инструмент да вот чувствование свободы от потериального мира видимо будет еще какое-то время сохраняться и наверно только после финального расставания с физическим телом и с окончательным переходом на тонкий план бытия новая супра ментальная жизнь раскроется во всей своей полноте в принципиально новом качестве вот интересное ее утверждение у меня странное ощущение некой сети сети нити которые очень свободные то есть не туго натянутые и эти нити связывают все события если иметь власть над одной из таких сетей то вырисовывается целое поле обстоятельств который внешне не имеет никакого отношения друг друга но они связаны этой сетью так что одно неизбежно влечет существование другого и у меня впечатление что эта сеть охватывает всю землю так вот это это странное переживание испытанная матерью блестящая иллюстрация блестящая иллюстрация вездесущности кармического закона то есть закона реализации причины следственных связей вся наша земля и все ее обитатели связаны или покрыты сплошной сетью кармической паутины и если в одном месте ткани и чем-то затронута то это непременно так или иначе отзывается во всей эволюционирующей системе так отдельное событие казалось бы сугубо локального масштаба сугубо локального масштаба приводили к региональным мировым катаклизмом вроде бы где-то в каком-то регион но вся система вся структура в общем-то оживала да но вспомните первую мировую войну начавшись с убийства австрийского с герцога фердинанда абсолютно ничтожной личности вот таким образом существует взаимозависимость всего и вся на планете кармический закон через посредство фиксированных кармических связей стремится привести всю систему в состоянии динамического равновесия целью создания вне оптимальных условий для духовного плодоношения в общем то вот мы говорим о кармическом законе как об одном из четырех вот базовых законов духовной эволюции полная независимость от действия кармического закона или в освобождении с кармической паутина происходит только при вашем окончательном переселении в новое тонкое вибрационное тело в носитель жизни вечной это новая тонкая вибрационная структура никак не связана с кармической сетью однако она способна оказывать вибрационное влияние на кармические связи как структура существенно превосходящую их по качеству вибрации то есть более высокие вибрации с фактом наказывать на кармическую паутину вполне реальное влияние более высокого качества вибрации ты выходишь из под действие кармического закона в новом статусе это очень важно очень важно в эволюционном плане ну на мой взгляд это очень важно в эволюционном плане ибо спасшийся сам может помочь спастись и многим другим пленникам этой кармической паутины а видно вот так и это не ментальная говорит она это обстоятельство зависящие друг от друга совершенно невидимым внешний образом безо всякой ментальной логики но они словно связано друг с другом если сознавать это действительно сознавать это то как мог то так можно менять обстоятельства ну любопытно что находясь в кармической сети и обладая элементами нового сознания то есть элементами сверхсознательной психической деятельности вы можете своими правильными спонтанными действиями правильное спонтанным действием менять нежелательные даже пагубные последствия заложенной в вашей кармической программе иными словами ваше сознательное существование настоящем моменте времени меняет как ваше будущее так и будущее тех людей событий которые так или иначе с вами связаны не только ваше будущее меняется но в сознании но и будущее те кто с вами связан то или иной степени но по по жизни понимаете да потому что кармическая сеть она в общем то связывает нас с многими людьми но допустим какая-то там катастрофу в которой участвуешь вот ты и сколько там людей тебя нет то есть меняется будущее не только твое новом качестве сознания но и вот та грядущая что ли кармическая катастрофа вполне конкретная материальная она тоже неким образом перестает существовать в том виде в каком она ну как бы по кармическим связям планировала что ли но условно говоря понимаете да то есть вы как соучастник всяких кармических событий выходите из этой игры так что действительно ваше сознательное существование в настоящем моменте времени автоматически меняет как ваше будущее так и будущее тех людей которые так или иначе связано с вами то есть кармическая сеть перестраивается когда вы выходите из нее но это отнюдь не ментальное вмешательство пытающиеся силой мысленного посыла изменить ход событий так вы хотите сами чего-то менять не после варвы в своем новом статусе по факту меняете кармические связи не сознательно не мысленно не направлено понятно да а естественным образом ибо того воля которая всю вашу жизнь теперь определяет это единая воля всевышняя воля она и всем этим распоряжается то есть вы никакого эгоистического участия мысленно участие в этих событиях не принимаете еще знайте и помните что через посредство человеческой мысли невозможно изменить кармические связи миновать кармические ловушки истина доступна людям но им нет никакого дела до истины так вот истина действительно сегодня настолько близко к людям что стоит человека сделать маленький маленький искренний шажок навстречу ей как она сметая все преграды к вам устремиться навстречу небеса сегодня воистину сходит на землю однако людям однако людям кажется или вернее более по нраву привычное состояние эгоистическое или существование в поле страхов сомнений страданий и пробудить их пробудить их к сознательной духовной реализации ну может лишь видимо несчастье или тяжелая болезнь это не всегда но даже это оказывается для многих бесполезно подобных ситуациях люди более все обозабочены не своим духовным статусом а лишь лихорадочными поисками избавления от тяжких последствий в своей эгоистической жизни жизни в отрыве от господа надо бы искренне раскаившись вот падение от него встать на путь сознательного постижения истины чтобы все чудесным образом без вашего участия встал на свои места телу все меньше нравится говорить все что говорится кажется ему ребячеством но и действительно в новом состоянии сознания в новом состоянии сознания менее всего хочется говорить внутренние созерцательная жизнь вас вполне удовлетворяет и говоришь исключительно в силу необходимости на работе только по делу а дома в основном ничего касаемо каких-то бытовых вопросов ну а погоде можно еще там пару слов до сказать интересно говорить только с детьми не утратившими спонтанность поведения люди они вот как механические существа ты все уже знаешь черно берет то скажет знакомые люди уже понятно да а вот дети их можно к спонтанности пробудить с ними еще там искорки какие-то могут у тебя промелькнуть да ну с нормальными детьми не демонизированными сильно можно с ними говорить а если вдруг приходится говорить на духовная тема с людьми то сразу сталкиваешься с бедностью ментального языка не позволяющего выразить то что очевидно в молчании для тебя ну так говорить не хочется отговоришь по необходимости у тела больше нет потребности знать у него есть потребность быть полностью вылепленным приведено в движении используем всеми способами божественными у него есть только одна мечта это позабыть о своем существовании спонтанно стать выражением чего-то что он но называют божественным это является единственная истинная вещь и действительно новое супраментальное сознание абсолютно неприемлемет что-либо из того что составляют или составляла основу вашей прошлой эгоистической жизни потребность знать хотеть действовать просто пропадает у него на уме только одно если можно так выразиться на уме до полностью пребывать в поле вибрации этой благодати божественные не все и соответственно выражать только волю от всевышней волю и действительно насколько при этом упрощается ваша жизнь даже вы не можете этого представить какой огромный груз сбрасывается в вашем сознании когда она становится совершенно новым жизнь довольно простой становится удивительно простой и благодатный последние дни было впечатление божественно это все вещи но мы рождены чтобы каждый из нас сделал выбор и проявил одну из этих вещей одну или несколько и тогда возникает вопрос принятия решения но как раз в этом надо полностью сдаться и полностью предоставить сделать выбор божественным вот о чем она здесь говорит она говорит что в каждом человеке ступившим на путь сознательной духовной революции со временем пробуждается склонность какому-либо виду деятельности или к определенному искусству склонность готовая максимально проявиться в нем для наиболее полного выражения божественного ну во внешнем мире это может быть педагог врач ученый литератор музыкант художник уникальный специалист в каком-то мастерстве и так далее которая на своем месте на своем месте в социуме будет сполна и непременно творчески реализовывать всевышнюю волю помогая тем самым и духовном восстановлении людей которые будут получать непосредственную помощь от него или пользующихся плодами его трудов которые действительно осенены вибрациями новой жизни и многие из тех кто долго не мог найти своего места в социальной жизни по мере духовного восстановления открывали все совершенно новое качество заставлявших коренным образом поменять и род деятельности есть такие примеры сейчас по ночам у меня какие-то активности совершенно новые каких у меня не было прежде они чрезвычайно конкретные и в них перемешаны живые люди и те кого называют умершим и они одинаково они одинаково там за исключением того что живые кажется все еще имеет эгоистические реакции которых нету мертвых вот она здесь говорит или описывает да про искать мир сновидений в котором она встречается совершенно разными людьми как с ныне живущими так с уже покинувшими этот мед да и вообще с какими-то людьми до любопытная деталь подмеченная ею и тождественной моим наблюдением моим личным наблюдением фантом умерших людей фантом умерших людей подчеркну слова фантомы встречающихся во сне видится неживыми обидится как бы безликими то есть лишенными привычных эгоистических реакций они какие-то без реакции эгоистических то есть это чистый фантом и даже когда с ними вот сталкиваешься как-то понимаешь что он умерший и как неловко ему это говорить но ему абсолютно все равно даже если ему скажешь от никакой реакции не последует ты видишь что вообще он вот никакой но он шевелится он там что-то делает может возникнуть вопрос если от них нет никаких ряд может они святые ну как бы нет эгоистических ряш и нет они никакие фантомы это вот мое наблюдение фантомы и все от них душевного тепла не исходит и вообще к этим фантомным образом относится с некоторой осторожностью не с опаской именно с осторожностью знаю что они уже не существует земном мире как-то осторожно с ним у меня нет ощущения что я сплю но тело полностью отдыхает но поздь точь после засыпания она в своем новом качестве супер ментальном переходит на астральный план в мир сновидения продолжает сознательное существование где в течение ночи происходит множество всевозможных событий в которых она принимает непосредственно участие чем эти события хорошо ее и помнится а потому по пробуждение создается ложное впечатление что она вовсе не спала однако физическое тело не участвующие в ночных похождениях до чувства себя вполне отдохнувшим вас некоторых пор мне это состояние очень хорошо знакомо мать я первые встречи с отремом в 1949 году еще сейчас я вижу это ты сидел на табуретке или на чем-то скамейке с тобой были один или два человека но я их не отметила я увидела тебя вот так словно вот этот так вот при первой мимолетной встречи с отремом состоявшийся еще при жизни что евробин да мать всей душой почувствовала что этот молодой человек молодой человек сыграет в ее жизни какую-то очень важную роль и душа не ошиблась то сам эпизод этой встречи ярко запечатлелся в вибрационной памяти и образной памяти психического существа той же душе он вибрационно запечатлелся только когда сознание связано насколько возможно с божественным только тогда есть смысл существования это стало необычайно интенсивным разница между жизнью в божественном благодаря нему и для него и жизнью в человеческом сознании столь велика что одно кажется смертью по сравнению с другим действительно с некоторых пор а точнее со времени отождествления полного отождествления с божественным сознанием смысл жизни видеть только в этом тесном единение единение со всевышним каждое мгновение и более ни в чем ты всегда в этом состоянии в состоянии единения божественной при этом каким-то чужим кошмарным сном видится ваше прошлое бесполезное прошлое в его ментальном исполнение с эмоциональной аранжировкой я чувствую себя на пороге великой тайны но не ментально это не мысли это нечто нечто совсем иное но ощущение себя на пороге открытия великой тайны это ясное предчувствие чет запредельного запредельного словами невыразимого но должного непременно произойти с тобой с тобой уже происходит что-то но и с этим миром что-то должно непременно произойти из области тайны когда и как от произойдет ну сие известно только всевышнему но чего что такое что тайна уже совсем близко что тайна при дверях и ждать остается совсем немного по поводу каждодневных дрязг и споров в ашраме одни обвиняют других они взаимно обвиняют друг друга и все лгут все искажено все искажено ничего ясного я никогда не видела такого с ужасном ожесточением и мое тело сознаешь что если хотя бы на минуту она потеряет этот внутренний покой то она заболеет ну надо сказать что за обнародование этой нелицеприятной стороны жизни ашрама шри урабинда его насильники люто возненавиделись от прямо и как он утверждает даже намеревались его убить среди многих многих эгоистичных людей собравшихся в одном месте и вознамерившихся устроить там духовный оазис обязательно возникает раскол обязательно скрытой или явной сопровождающийся постоянными конфликтами ложью сплетнями таков непреложный закон обязательной поляризации эгоистических сознаний и выносить эту эгоистическую вакханалию творящуюся на ее глазах матери был крайне трудно но она и держалась как могла сохраняя нерушимый внутренний покой